Бал золотых цветов. 40 тысяч хризантем высадили под Харьковом в Фельдманекопарке. Здесь можно увидеть цветочные композиции и настоящие скульптуры. Все видели и наши корреспонденты. Живая музыка и актеры в средневековых костюмах встречают гостей, которые пришли полюбоваться на тысячи златоцветов. Так называют одни из самых поздних и красивых осенних цветов – хризантемы. Здесь они повсюду – в композициях, на клумбах, в виде скульптур. Это планета Земля из остроигольчатых хризантем. А в этих скульптурах дети угадывают сказочных героев. Медведь и кролик. А вот это что? Перчатка. Рукавичка. Бал хризантем в социально-гуманитарном мультикомплексе Фельдманекопарк проводят уже в седьмой раз. Его основатель вспоминает – сначала было желание украсить экопарк, потом это переросло в большой праздник. Дело в том, что когда любишь что-то, когда ты хочешь этим заниматься, эти идеи сами приходят. Мы подводили под день учителя, потому что и по времени, и по природным данным все совпадает. И мы решили это приурочить не учителя. Сюда приезжает огромное количество коллективов учителей. Отдых, животные и дети. И мне кажется, это такая благодарность, такой поклон всем учителям. Моя мама 35 лет была учительницей. Это как бы и маме праздник. Это праздник всем тем, кто нас сделал. Хризантемы от белых и зеленых до оранжевых и красных. На этом балу 40 тысяч цветов, почти 30 сортов. От флористов Харькова, Днепра и Запорожья. Встречаются и редкие виды. Вот это вот край рюшечки обитый – оранж кинг, а в средине – оранж голд. Их оценили гости со всей Украины. Эти женщины из Краматорска. Ой, ну мы вообще приехали на цветы посмотреть. Такой красивый сад там из хризантем. Все экибаны там, всякие. Все-все очень красиво. И зелень, и деревья, и чисто в парке. А лингвисты из Славянска и любуются, и английский учат. Кэмл, тайга, лайон, рэббит. Мне больше всего понравилось, что тут можно трогать животных. Есть такой маленький загон, где есть свиньи маленькие и барашки всякие. Создатели композиции обещают, их шедеврами можно будет любоваться еще долго. Наши композиции, которые на клумбах, они простоят немножко больше, потому что они, кустовая хризантема, они такая прихотливая. Она постоит месяц, это точно, а может и больше, до больших морозов. Первый день фестиваль посетили 100 тысяч человек. Многие из соседней Полтавской, Сумской и Донецкой областей. Гостей здесь ждут каждый день. Вход на бал бесплатный. Константин Редин, Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков.